Это сейчас на лице Игоря Бодок и его 14-летнего сына Никиты улыбки. Они с легкостью крутят педали, управляя велосипедом. А еще три года назад отец мальчика об этом мог только мечтать. На этих кадрах Никита после нескольких операций заново через боль учится ходить. Четыре года назад мальчика сбил поезд, расколов его череп пополам. Разможение головного мозга, три клинических смерти, кома, паралич правой стороны тела, несколько сложнейших операций и длительная реабилитация. Никиту, как говорит отец, спасли уникальные руки российских врачей, которым на Европейской конференции нейрохирурги со всего мира аплодировали стоя. Мы благодарим все русское здравоохранение, которое восстанавливает, спасает нам наших детей и восстанавливает до такого очень хорошего состояния. Вся эта история заставила отца мальчика по-другому смотреть на мир. Несколько лет назад он уже потерял жену, едва не лишился сына. Теперь его цель – рассказать другим о том, как нужно любить и беречь друг друга. Так родился проект «Помоги встать». На велосипеде Игорь и Никита проехали от Москвы до Сочи, рассказывая свою историю и привлекая к занятиям спортом, как к одному из методов реабилитации, который так помог Никите, других таких детей. Еще сотни и сотни ребятишек остаются прикованными к постели после полученных травм. Этот проект был на основе вот той боли, чтобы родители никогда не сдавались. Ни за что. Потому что только родители смогут поднять. 18 дней и 10 крупных городов. Историю этого уникального спасения узнали в Москве, Серпухове, Туле, Орле, Курске, Белгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новороссийске и вот теперь в Сочи. Они более 2000 километров проехали по России. Естественно, в каждом городе их встречали спортсмены, активисты. И мне кажется, если бы таких проектов было больше, то у наших людей было больше возможности заниматься спортом. Кроме совместных велопрогулок, в каждом городе семья Бодок инициировала проведение круглых столов. Говорили о реабилитации детей и профилактике травматизма. «Помоги встать» стал уникальным в своем роде проектом, который дал силы жить и не опускать руки сотням людей. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.